Когда на человека разом наваливается слишком многое, болезни, трагедии, катастрофы, неуверенность в завтрашнем дне, страх за свою жизнь, тревога за близких, то человек может сломаться. А для буддистов главной ценностью являются живые существа, потому что все стремятся к счастью и стремятся избежать несчастья. Люди сильные и адаптивные существа, но у человеческого тела и ума есть запас прочности. Обычно мы обходимся вспомогательными методами, которые помогают нам держаться. Продолжать их использовать уместно и разумно, но в тяжелые времена они могут не срабатывать так же эффективно, как раньше. И тогда, возможно, будет полезным обращение к фундаментальным методам, к корням, к самой реальности. А реальность такова, что наш мир, мир людей, сам по себе не идеальный. Мы привыкли, и нам кажется, что он ничего. Но на деле он полон болезней, ограниченности ресурсов, постоянных потребностей тел, дискомфорта, катастроф и других людей, которые одновременно и величайшее благо, и самая большая опасность в зависимости от условий и качеств этих людей. Множество разных проблем. Если принимать гипотезу по смерти, а если вы ее не принимаете, то это просто любопытный способ взглянуть на мир, то это так себе место для так себе живых существ. Если вы думали, куда попадают не слишком хорошие и не слишком плохие люди, то вот сюда. Есть, конечно, экстремумы, действительно дурных людей и очень хороших. Но вот экстремумы тут не задерживаются, тут им не место. Будда говорил, эти два типа личности редки в мире, какие два? Тот, кто делает первый шаг в помощи другим, и тот, кто признателен и благодарен. И тут, возможно, хотелось бы возмутиться. Зачем так мрачно? В мире же полно хороших людей. И это верно, это так. Их полно. Так же, как полно в нашем мире золото. Если собрать все его разом в одном месте. Но в соотношении к общему количеству земли, золото – это редкость. Хорошо ценить тех, кто вас поддерживает, не бросил, не отвернулся, кто помог. Особенно редки те, кто являются хорошими постоянно, а не когда у него есть для этого силы, условия, время и настроение. Легко быть добрым, говорить по-доброму, когда у тебя все благополучно, когда ты здоров, богат, сыт и окружен комфортом. Но когда происходит нечто неприятное, а это бывает сплошь и рядом в нашей жизни, раз – и оказывается, не так уж был хорош. Резко может проявиться множество дурных качеств. Принятие этого факта учит нас больше ценить, когда мы видим, слышим нечто доброе, когда кто-то делает добро для нас. И вот эти средние люди один день делают хорошее, другой день плохое. Часть из них тащат все на себе, другие тащат вниз и искажают. В итоге, два шага вперед, один шаг назад. Хотя прогресс есть и, несомненно, сейчас, несмотря ни на что, мы живем лучше, чем когда-либо в зафиксированной истории человечества. Вот это лучше, чем когда-либо. Даже в 20 веке, что уж говорить про средние века или античности, нам иногда сложно представить, насколько было хуже. Но пока есть эта часть людей, которые тащат все вперед, будут те самые два шага развития. И они будут продвигать человечество вопреки всему. Да и не только люди. Одна из характеристик самой нашей реальности – это неудовлетворительность. Будда говорил, все обусловленное неудовлетворительно. Но это не повод унывать, никак нет. Напротив, это повод перестать отрицать реальность и расслабиться в ней. Отрицание создает напряжение. Игнорирование создает беспечность. Принятие этих фактов относительно нашего мира принесет вам расслабление и спокойную собранность. И уже в спокойном состоянии лучше предпринимать правильные усилия, совершать уместные, искусные, разумные, своевременные действия, чтобы стало лучше вам и другим. Много ли хорошего может сделать человек сломленный, беспокойный, печальный, подавленный? Насколько он эффективен? Не особенно. Когда что-то происходит, нетренированный человек в шоке, паникует. Как же так? Никогда такого не было. И вот опять. Будда говорил, необученный, заурядный человек встречается с болезненным телесным чувством. Он печалится, горюет и плачет. Он рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Он испытывает два чувства – телесное и умственное. Поймите верно, боль есть. Телесное чувство будет – это факт. Потеря желаемого объекта, недостаток или переизбыток. Плохое – это плохо. Зло – это зло. Но нетренированный человек не видит закономерности, не видит причины и следствия. В ретроспективе, оглянувшись назад, бывает становится очевидным, что многие события надвигались давно. По вполне конкретным причинам, часто в результате переплетения сложнейшей сети причин и факторов. И более того, были люди, которые кричали в попытках предупредить о надвигающейся опасности. Но мы в 21 веке, расслабившись в благополучии, которое принесла некоторые части людей на Земле эпоха перепроизводства, игнорировали настоящие проблемы, вместо них споря и уделяя все внимание обсуждению социального конструкта, построенного на другом социальном конструкте. Игнорировали и игнорируем экологическую катастрофу, которая, кстати, никуда не делась и продолжает происходить. Игнорировали опасность массовых болезней, которые были и раньше, ни 10 и ни 100 раз, выкашивая иногда до трети всего населения. Игнорировали количество средств убийства на планете, которое позволяет уничтожить нам самих себя. И социальное расслоение, когда доля процента владеет всем. И многие другие действительно опасные вещи. Это не события, это структурные проблемы, из которых вытекают события как следствие. Для того, чтобы становилось лучше, необходимо лечить не симптом, а причину, сам корень явления, Будда говорил. Мудрый, ясно видя причины вещей, верно оценивая то, что исходит из делания, знает смысл и значение происходящего. Игнорировать такие вещи опасно, а зло в мире существует. Невежественные люди, поглощенные целиком омрачениями ума, могут сделать жуткие вещи. Но сходить с ума, быть в шоке, горько рыдать днями напролет из-за того, что происходило, происходит и будет происходить, было бы истощающим. Это убивало бы наш ум и тело, ломало нас. И толку с нас никакого бы не было. Просто кучка страданий вместо человека и никакого прогресса. Будда говорил, если бы тот, кто печалится, выигрывал от того, но нет, скорбящий только сам мучит себя. Это не значит, что не нужно что-либо делать. Ни в коем случае, если хорошие умные люди перестанут предпринимать какие-либо действия, станут пассивными, мир очень быстро окажется в ужасающем положении. Это не пассивность, нет. Это крайне активное изменение себя и мира к лучшему, требующее правильных усилий. Делать хорошее очень полезно, все, что вы можете, но делать разумно, поступать своевременно, внимательно, с доброй мотивацией по отношению к себе и другим. Просто сидеть и бесконечно рыдать от того, как все плохо, какой ужасный этот мир, это менее полезно, так как слезами делу не поможешь. Будда говорил, ни в слезах, ни в скорби никто не обретет успокоения. Нет. От печали только все возрастают страдания и слабеет тело. Посмотрите, вот так крутится мир, словно циклоны закручиваются события, иногда превращаясь в ураган. Но когда дует сильный ветер, травинка изгибается, но не ломается. Так и мудрый человек является сильным. События происходят, но в виде их соответствия с реальностью он не сломается, не ломайтесь и вы. Опираясь на внутреннюю силу, которую невозможно уничтожить. Прибежище в самой реальности. В том, что вы видите вещи, как они есть. Даже если бездна будет смотреть вам в лицо, даже если печаль захватит ваш ум, вы не сломаетесь. Помните и еще об одной из трех характеристик реальности – о непостоянстве. Это неотстраненная философия в книжках и фантазиях, ни что-то нас не касающееся. Это факт и мало что ближе к нам. Изменчивость касается не только объектов бытовых, но и глобальных структур. А также нашего ума и тела. Все постоянно движется. И Будда говорил, поясняя, почему это происходит. Непостоянные составные вещи. Это очень короткая, но глубокая фраза. Все, что состоит из частей, непременно будет изменяться и разрушаться. А найдите хоть что-то, что не состоит из частей. Разделите до атомов, и там вы тоже найдете части. Это настолько важно, что перед самой смертью последние слова Будды были таковы. Все составные вещи подлежат исчезновению. Старательно достигайте цели. И вот, видя мир, как он есть, видя постоянную изменчивость, опираясь на внутреннюю силу, мы можем продолжать улучшать себя и мир вокруг. Кто как может, не перегорая, но и не останавливаясь. Субтитры создавал DimaTorzok